fate stay night запись номер двадцатая да потихонечку уже практически накапала как там кто-то говорил да там что-то там root там типа фейд самый карту правда пролог типа пролог же общий типа моего прошли один раз больше не понадобится проходить он типов врут фейт у меня входит получается так что а на велике тоже это да было такое тоже да 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 я просто с первого числа говорят про велик и райдер гонки вспоминаю ну да и такое было когда она типа сакуру защищала с аккуратом себя строила героиню трагедии гениальная фантазия это с точки зрения высмеивания персонажа у артуре все-таки небесный фантазм а плюс плюс ага все-таки ну да экскалибр это думал что посильнее что должен быть экскалибр ю доносе не мастер да 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 полоумная отсюда до храма примерно час хотя бы пройдя по безлюдной горной дороге выйдя к воротам на заднем храм он стоит на вершине горы по размерам примерно с нашу школу кладбище тоже большое но главная достопримечательность этого места маленький мир сотворенный для 50 монахов-послушников горожане получают помощь от храма также чтят его как священное место порог которого не следует переступать по-напрасну своем а по сакену ю должен не войти на я кажется с тех пор как прошлым летом останавливался в нем для духовной практики жизнь в храме зимой становится действительно суровый я собирался вернуться туда как раз в это время богу на джио бойку то что вот он на по меня и черта как говорится я наталкиваюсь на права права преемника храма рюдо рюдо и сея давай сергей ой макс мы блин мы с андрей там пояснял что блин оказывается b плюс может быть сильнее а но происходит это при определенных обстоятельствах там каких-то бафах еще куда херни так что вообще система максимально пососная и носу не стоит доверять создание игр нормальных а а а а а на зао яма нанзо у ганде оттану к то ки-то и дуна дана и все и что цирки как это саги за на как-то кота нет ни ранг до 3 то есть и плюс может быть выше даже чем а даже си плюс а уж си плюс плюсок это вообще забей поэтому разница между гей-болгом кухули на b и который он метает b плюс не такая незначительная как может показаться ем дуна дуса анжида на сарито те геки деки на кюч ни дару к тому на си ой ама ва хиби корей айон шикару ни хей он косо ни чжо ю Продолжение следует... Прокашлявшиеся успокаиваются... Продолжение следует... 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 Ням ням Вуджинэ отбросив свой Отбросив идею изъять чугунок Принялась набивать рот с невероятной Бастартой В мгновение ока поставши в свою порцию Она потребовала еще Хоп и чугунок отказывается В руках Вуджинэ Ну я не понимаю зачем Сакура смущенно улыбается Тоска не обращает внимания Только Сейбер спокойно ужинает Я приложил столько усилий Чтобы приготовить это Но желаемого результата так и не добился Ужин на котором Тоска должна была признать свое поражение Закончивается шумом И все из-за эксцентричных действий Вуджинэ бедный Шагай легкой походкой Фуджинэ сжимает руку в Сакуре А это наводит на мысль что проблема в ненасытности тигра Впрочем как и ожидалось от дикого зверя По возможности я бы не хотел чтобы она попала в людское сообщество Я провожаю их И возвращаюсь в гостиную Заранее было говорено что после ужина будет разговор Сейбер тоска ждет меня серьезными лицами Но переделась Помните сегодняшний день первый раз Сейбер слегка приподнимает брови Как слуга она должна быть Почитает вести битвы каждый день Но и раны вряд ли успели исцелиться Колотое ранение на груди Оставленное копьем лансера Так просто не затянется Даже со всеми удивительными силами Сейбер Мысль об этом заставляет меня пожалеть Что я начал разговор о Шинджи Ведь наши с ним образы мышления схожие Я и как он стараюсь избегать боевых столкновений Кроме того девушки перед моими глазами Как ни крути А Махайми еще не очень идет В смысле не идет Да 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 Это Субтитры сделал DimaTorzok Тосака и Себер ставились на меня с одинаковым гневом в глазах Думал, они назовут меня про мечи, но на такую реакцию явно не рассчитывал Синжи 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 Тосака говорит уверенно Похоже, что Шинджи и Сакура действительно простые люди Хе-хе-хе, Сакура В их телах нет магических цепей, зато и черви Тоса хабармочет, обдумывая свои поступки Она близка к совершенству, но сейчас я вижу, что кое-чего в его величии явно не хватает К сожалению, самого ценного Что? Я не понял, к чему я Давай, Макс Я не понял, что в школе есть маз living Я в школе не сказали, что я думаю, что еще один мастер Мне показалось, что у вас есть еще один мастер Да, я думаю, что у вас будет Как у меня есть один мастер, который не знает для нас Мам, как люди, верно? Но вы, Федро, верно условно, что вы не могли Субтитры делал DimaTorzok 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 Нам уже спалили, что небесный фантазм высокого ранга в статах Переводчик Нужен переводчик Нужен переводчик Вот оно как Определенно от райдер верила кровью, но вместе с тем она не показалась мне не насытной убийцей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нужен переводчик Так тебе только что рассказали про шум Субтитры делал DimaTorzok 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 Баааа В доме Тосоке также Не правда Тихо Баганд Бегу 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 Что? Т.е. Это не случайно. Я не знаю, что все это так. Ну, да. В современном, в том числе, есть место в лечении и в пустах, и следует защищать. И, конечно, не прежде всего, но не прежде всего, а не прежде всего, а в том, что это место в лечении и в том, что в лечении, есть место в лечении того, что есть Слушай, масяка тоа умого омай Юдоу жоу о ка заре на терра Сау юр, аль и Имамаде, аре, дакеда, дат, да, 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 ано, тера, ни а, че, 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 че че Че, че, че че, че че че, че че Доккио, ясссен Ки ган и гайде, дей у жучу бутсца селу, ренчу, ноготто Все люди, которые будут создать удачу силу, но не мастерство. Поэтому мы создавляем силу на основу силу и обестрелим. Они уже стали объектом. Это не мастерство, и мы не знаем, что мы не знакомы. Продолжение следует... 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 Возможно, причиной тому замкнутый барьер, но ее способности к восприятию заметно снизились. Лишь кивнув в ответ, я начинаю восхождение по каменным ступеням. Плотный воздух. Утонувший во тьме ночью, лес создает странные звуки, шатаясь из стороны в сторону. С каждым шагом по смене пробегают мурашки. Уже стали видны ворота храма. Пока все тихо. Не намеку на чье-либо присутствие. Широкие врата храма открыты, словно приглашая нас войти. А на картинке они закрыты. Да, какой здесь может быть наблюдатель. Себер останавливается и с сомнением в глаза. Смотрит на врата храма, от которых нас отделяет несколько шагов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он решил спрятаться и лишь заманить нас внутрь, чтобы мы не смогли выбраться. В любом случае, стоя здесь, мы точно ничего не добьемся. Себер отведительно кивает. Вместе с Себер мы идем в направлении главных ворот. На мгновение луны застилают тучи. И мир вокруг погружается во тьму. Э, райдер? В сумраке среди деревьев мечудится диковинная змея. Я останавливаю ее на рубеже ворот. Золотые волосы Себер взметнулись в моем направлении. Но это... Ага. Фигура Себер искажается. Что это за магия? Ее силуэт расплывается подобно миражу и... Что? Я телепортируюсь? Фигура Себер бросается ко мне и в этот момент... Силуэт незнакомого услуги сбивает ее в сторону. А, а... А... А почему райдер помогает? А, может быть, Шинджи объединился? Хотя... Или нет, она просто наблюдает и рофлят, наверное. Серебряные доспехи и черное деяние слились воедино. Сыбра райдер. Вымощенная камнем площадка стала их грузиями. Нет, они стали драться. Хм, странно. Может, Шинжи реально как-то объединился с Медей? Мое Я выпадает из подобия четырехмерного простанства, проносится через множество иных измерений и, наконец, уваливается обратно в знакомый мне мир. Кровь в теле меняет направление. На мгновение показалось, что все внутренние органы вывернуло наружу, словно они принадлежали к какому-то другому существу. Я поворачиваюсь в направлении голоса. Даже некогда проверить, кто там. Ха! То есть, не дают даже посмотреть, да? Взмахиваю позади, сидят деревянным мечом, даже не вынимая его из чехла. Я отлетаю назад. Получив удар в правую часть груди, я падаю в воду, поднимая фонтан-брызг. Она, кстати, ошибку совершила. Типа, она может забрать его печати и починить себе сейбр. Как она делала это в ВБВ? А тут она просто слила бедного пацана. Синяя гладь окрашивается в красный. Правая сторона грудной клетки превратилась в фарш, словно угодив в гигантский вентилятор. А, нет, показали. Пурпурная роба заливается хохотом. Адская боль топит все в головокружение. Должен быстро подняться и взять сейбр за руку, но уже ничего не понимаю. Моё тело. А? Нет. Окей, окей, видимо, она продумала. У меня больше нет сил, кровь, крови не осталось, вместе с ней уходит и моё сознание. О, даже рулбрейкер показали. На самом деле много показали они в этой части. Изовнутый княжал отсекает мою левую руку. Она чёрной водой. Перекрывая луну в бескрайние выси, всё так же бегут облака, отражаясь в моих неподвижных остекленевших зрачках. Смерть? Конечно. Пэт Фернандо. Пэт Фернандо. Пэт Фернандо. Да, 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 да. Да, да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. 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 Да. Да, 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 да. Да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Неоспевая submitted Touchdown, ころ еще deceлик в гибель. Но какова цена будет ей, и как су Ltd., она не сможет на это решиться. Те, кто служит Мастерам, поддерживают выдающиеся способности и неотъемливая гордость, вращенная в пути. Пройдя через множество битв они обретают достоинства Героя и уверенность в собственных силах. Она героический дух, вознесенный людской славой и воспевшаяся в легендах с давних времен. Каким бы ни был враг, поражение для нее недопустимо. А любые мысли о возможности такого исхода непростительны. Несмотря на кажущаяся юность, девушка не является исключением. Корнованные именем Сейбр не поступят со своей честью. Гордость не позволит ей безучастно наблюдать за врагом. Поэтому, какие бы ловушки ни ждали ее на пути, ни на мгновение она не усомнится в своей цели. Единственное, что она может сделать, это в полной мере посвятить себя этому сражению. Даже если шансов на победу нет, она создаст их своим мечом. В ее руках великолепный клинок, сродивший немало врагов. Пока с ней ее незримый воздух, ей боятся нечего. Она оставляет позади подножьей горы, с каждым шагом храм все ближе и ближе. Наконец, перед ней предстоит каменная лестница, своими ступенями уходящая ввысь. Совсем не тот храмлюда, что она видела 10 лет назад. Воздух затклый и безжизненный. Ветер мертв. А энергетические потоки здешних земель уже давно подверглись глубокому пагубному заражению. Теперь это обитель смерти. Вступив однажды на эту землю живым, ты ее уже не покинешь. Но в ее душе нет ни капли сомнений. Не замедляясь ни на секунду, Сейбер сбегает по высоким ступенькам. Пейзаж проносятся перед ее глазами. Звук, с которым она отталкивается от ступени, эхом пронзает в воздух. Гора твищает ему тяжелым гулом. Лестница кажется бесконечной. Врата храма по-прежнему далеко, даже для Сейбера летящий словно стрела. Преодолеть такую дистанцию незаметно для врага невозможно. Наверняка будет засада. Так просто к воротам не пропустят. Но она уверена, что бы не ждала ее впереди, она преодолеет препятствия и продолжит свой путь. Сейчас ничто не в силах ее остановить. Даже если объявится берсеркер, она пойдет дальше, перешагнув через его труп. Такова ее решимость и уверенность в себе. Сейбер чувствует свою совершенность, с которой можно сломить любые препятствия. И на вершине, когда до врата остается всего ничего, вырастает преграда. Так, в этот раз Асаки, да, окей. Не знаю, почему в прошлый раз не было. Сейбер замедляет шаг. Даже она, готовая переступить через любого, удивлена своим врагом. Естественные движения. Галантно появившаяся фигура мужчины не показывает враждебности, но в то же время готова к любой ситуации. Сейбер занимает боевую позицию, стойку. Но внешний вид мужчины, стоящего на фоне луны, развеивает жажду крови Сейбер, словно легкий бриз. Должно быть, она удивлена оппонентом, о котором слышала ранее, но не встречала лично. Это ее вторая война Святого Грааля. Но даже Сейбер, поведавший немало героев, такой странный слуга встречается впервые. Ой. На лбу Сейбер собирается капельки пота, но виной тому не страх, а не понимание. Не то, чтобы ей раньше не встречались странные слуги. Например, Арчер. Трудно представить фигуру более тынственную и подозрительную, чем слуга, встретившийся ей в прошлом сражении. В сравнении с ним, этот воин лишен устрашающих черт или грозного оружия. Но именно это и сбивает с толку. Стоящий перед ней мужчина не вызывает у нее ровным счетом никаких опасений. Нет сомнений в том, что это слуга, но она не может уловить никаких признаков магической энергии или небесного фантазма. Опыт и логика говорят, что одолеть его не составит труда. Возможно, даже бой будет решен в один удар. Но ее инстинкты говорят обратное. Не стоит его недооценивать. Этот боец знает, как принести своему врагу смерть. Идти дальше она не решается. Радиус поражения у двухручного меча Нодачи оценить очень сложно. Но в любом случае, наступая сверху, он ставит ее в невыгодное положение. И снизу и сверху их окружают ступени. Расстояние между противниками около 5 метров. Нодачи достигнет ее прежде, чем она доберется до врага. И все же от его оружия не исходит никакой силы. Отразить его удар будет несложно. Значит, нужно отбросить сигаре бани и напасть. Но интуиция подсказывает Сейбер, что все не так просто. А слегка изменив стойку, она смотрит прямо на противника. Ей неизвестно, кто он, но нужно хотя бы выяснить, что за класс у этого самурая. Сейбер спрашивает даже не надеясь на ответ. С обнажающей зубой улыбкой. Нараспев говорит слуга. Удивление Сейбера понятно без слов. Ведь слуги должны скрывать свои имена. Где еще можно найти такого, который назвал бы вам его по своей собственной воле? Ассасин по имени Сасаки Коджир продолжает словно наслаждаться паникой Сейбер. Разумеется, она не знала. Не знала, что этот слуга, держащий в руке меч, названный монохоши Зао, мечник, превозглашенный людьми своей эпохи, как несравненный. Но даже если бы знала, что бы изменилось. Год его рождения неизвестен. Даже само его существование сомнительно. История его жизни передавалась из уст в устаянике, где не записывалась. На всем свете был только один единственный человек, кто мог доказать реальность этого мечника. Это был человек, который, согласно легенде, убил Сасаки Коджира. Его единственный достойный противник и мечник не менее редкого мастерства. Его же даже нельзя назвать героем. Происхождение слуги Ассасина Сасаки Коджира совсем не похоже на историю Сейбер. Разве может слуга знать что-то о способностях духа, который обычно не рассматривается в качестве героя? Сейчас перед ней две истины. Мужчина перед глазами враг, и он передал ей свое имя. В голосе Сейбер чувствуется горечь. Для нее открыть свое имя пойти на неоправданный риск. Что бы ни случилось, какие бы муки ей не пришлось испытать, Сейбер не должна его открывать, и она не собиралась это делать. Но ради одной только победы, Сейбер не может запятнать рыцарскую честь. Коджиро то имя, ассасин на сабанта, я... Ещё один. Ещё один. Ляс металла, ассасин элегантность сходит вниз по ступенькам и становится напротив Сейбер. Сейбер не может запятнать, но на этом не будет спинка. Еще один шаг Спустившись с лестницы, Ассин направляет острее меча на Сейбер Мечник довольно усмехается Так, ну я понимаю, что если не драться будут Довольно неожиданно, потому что она решила Нет, окей, ожидаемо На самом деле я сам это предложил, иди сама Но я немножко в шутку, конечно, сказал Думал, и может остановит Упоминание Луза от Берсеркера В УБВ она дважды ходила, Сосаки дралась Здесь, наверное, будет не меньше Вряд ли сейчас завершится поединок смертью кого-то Это вообще первая такая встреча, она должна быть Чисто в теории схожая в этих двух рутах Ну, в третьем, понятно Его, в принципе, нету Ну, посмотрим На, исходит из своего характера Ну, опять же, с Кирицуго еще больше проблем было Типа, с широким хотя бы более-менее Там-то она вообще плохо слушалась По понятным причинам Видел, но это было Давненько Лет десять назад Ну, ладно Восемь точно Я с него начинал и больше не пересматривал Поэтому плохо уже помню Я помню там BDSM Сакуру Точнее, как вспомню Я вспомнил из-за обзора Очень странно Они напихали в этот сериал, короче, из трех рутов вещей А еще дракона, помню Да, дракон был замечательный Прям вообще Шедевр Что ж В принципе, все тогда В следующий раз начнем довольно с активной сцены В этот раз особо активных опять событий не было Немного важные переговоры были с Шинджи Да, что-то такое новое С кучей информации Ну, и затем вот сейчас Сейбр что-то стало делать А тогда, если подумать реально Уже приличное время Ну, обо всяком говорят, конечно Там и даже довольно важные вещи Но сюжетно мало что изменилось За последние, там, условно Восемь часов Конец записи